У нас вчера в конце дня, ни с того ни с сего, началась гроза и молния, и пошел град. Посмотрите, как меня оббило цветочки. Девочки, посмотрите, посмотрите, что делается. Это я сидела и говорила. У нас идут дожди, нету никаких дождей. Как пошел град, послушайте, я давай все убирать. Пока затащила все в теплицу, у меня там 5 горшков стояло, хороших моих пеларгоний на улице. Одну тяжелый горшок поставила под стол, подкруглый там. Включила отопление, прилетаю сюда, куртку на себя, шляпу на себя. Град идет, у меня тут везде пеларгонии стоят, везде. Я их пока на кухне, сейчас там свет уже выключился, затащила. Поставила там это. У меня они были в таких и плоских этих горшочках. И все на свете. Град этот лупит. На брукбане все здесь вот на круглой кумбе ведром закрыла. По сифлору мешком и по мею мешком закрыл, что вот мы ходим в магазине, да? Надеюсь, не сломает она мне их. Короче, бегала-бегала, вся промокла насквозь. Сейчас пойду, буду все сушиться, девочки. Но надеюсь, что этот град, он мне тут не наделал делов. Но, конечно, очень резко похолодало. Вот я еще сижу, говорю, девочки, а что это, а что это? И главное, что Малис такой идет из курятника. Я говорю, все, девочки, пока-пока. И тут начинает мне падать, послушайте, этот град на голову. И я такая домой все затаскиваю. Малис подбежал, передал мне все остальное. У меня там в розетку включен один телефон, второй телефон. Ну, короче, послушайте, вот это да. И главное, что ни одно метео этого не показало. Я же вам говорила, отменили все дожди. Вот теперь что у нас идет. Ну, послушайте, главное, чтобы не было града. Все остальное ерунда, пускай немножко поливает. Ну, холодно стало, прям холодно. Ну, все, мои хорошие, вот так вот вам. Друзья, всем привет. Сегодня у нас католическая Пасха. Вот, посмотрите, какое небо. Вообще должен был бы Боженька сегодня поплакать, но он решил заранее пролить свои слезы. Вчера, когда я делала прямой эфир, вы все видели, кто был на эфире, начались просто молнии, грозогромы, молнии. Я только успела запрыгнуть через окно в спаме в свою, и уже мой муж бежал, мне подавал мои там телефоны, розетки, потому что все было вытащено. Началась такая гроза с градом, вы даже не представляете. Видите, как у нас хорошо сделана терраса? У нас никогда не остается вода. Пу-пу-пу, добрый человек сказано. У нас все стекает вот туда вниз. То есть терраса сделана чуть-чуть под наклоном. Поэтому затопления у нас в доме никогда не было. Вот, послушайте, прошел град. Видите, как мне побило мои цветочки? Град был на самом деле очень сильный, но я вот его не засняла, к сожалению, по одной простой причине, что я судорожно убирала все со своей террасы. Смотрите, вон, видите, у меня остались только эти нижние подставочки под горшки. У меня стояли и в горшках, наверное, 4-5 горшков. Вот про эти я уже не думала, я их оставила, потому что думаю, пусть белокрылку смоют, если она есть. Мне кажется, я тут вчера видела один листочек. Вот, я, конечно, тоже спрячу эти цветы прямо сегодня, потому что у нас три ночи, которые... Видите, вон еще дождик. У нас три ночи, которые обещают, как хорошо вот этот вот мой ангелочек взялся. Сегодня 0 градусов, завтра минус 1, послезавтра минус 2. Дай бог, чтобы сменилась немножечко температура, потому что, конечно, минус 2 на цветы, которые я не могу закрыть, это много. Вот мои травки, приправки. Ну, они, конечно, не боятся ничего. Вот, то есть там... Я их, конечно, поставлю на летнюю кухню, но ничего страшного. Ой, прошу прощения. Что-то горло запершило. Я тут вчера носилась, послушайте, благо, что она мне была одета. И джинсовая куртка с рукавом наверх была, моя курточка одета. Я потом еще жилетку, на голову шляпу солнечную носилась тут как пропеллер. Спасала, что могла спасти. Вот, ведром, видите, закрыто. Это моя бругмансия. Бругмансия, конечно. Если завтра, послезавтра будет мороз, то для нее это критично. Ой, видимо, я хорошая, чтоб я тебя не сломала. Может, я ее и сломала. Это ж уже темно у нас было, понимаете? Да, тут уже наступить тоже. Сейчас помну всю свою клумбу. Вон, немножко я ее тут, конечно... Что-то она в другую сторону листочки вывернула. Ну, для бругмансии это не критично, она нарастает быстро. Главное, чтобы не повредился корень. Вот наступила, сделала яму на клумбе. Сегодня она опять будет закрыта, но у меня там, по-моему, где-то есть побольше ведро, так, чтобы ее не совсем ломать. Вот, вернемся сегодня из гостей, и я ее тоже закрою. Потому что, во-первых, она молодая, она не выдержит. А так, конечно, послушайте, растения рады. Во-первых, у нас же полено, полено, пыльца. Пыльца сосновая. Уже такие были все вымазанные растения. Тут мой клематис немножечко сбила с толку, с курсу. Упал. Так, и сейчас пойдем смотреть. Я заносила вчера судорожно в цеплиту цветы, потому что стояли они у меня на улице. Вот здесь вот все, что я занесла отсюда с террасы. Вернемся вечером. Я, конечно, может быть, я и не принесу в цеплиту, далеко. О, я кое-что занесу в комнату Мэгги. Вот вторую брукмансию, видите, которая у меня стояла перед окном. Вот я тоже все-таки забрала. Мои цветочки. Вот видите, какие разводы. Это вот уже вот это желтое все, это пыльца. Конечно, если бы оно осталось под дождем, это бы все вымылось. Но дело в том, что, ну, жалко мне цветов, послушайте, я с ними так нянчилась. Вот, а на фоне черного камина так прям смотрится элегантно. Вот, красавицы мои. Поэтому и вот так вот, девочки, носимся с этими цветами, потому что просто жалко своих трудов. Мне Люда Каменева написала, что ты цветы там спасаешь. Надо было себя защищать холодно. Ну, я как-то, у меня штаны все намокли, конечно. Я была хорошо в кроссовках. Если бы я была в своих вот этих вот тапочках, в дырочку, я бы, конечно, промочила ноги. А так нет, ноги не промокли. Все нормально. Ну вот, на цветущую клубнику брат. Это, конечно, плохо в клубнике было. Ну, все нормально, послушайте. На пион. Вот вчера я снимала и говорила. Вот, как видите, как нельзя говорить. Я говорю, когда начинает вести пион, когда он цветет, начинаются дожди. Ну так, милые мои. Он, 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 он. Смотрите, как он. Он весь наполнен водичкой. Ого, 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 ого. Ммм, запахи магические. Так, мне тут по травкам лучше не ходить, все прямно. Вот, полились тут мои все. Смотрите, я тут судорожно вчера накрывала. Надеюсь, что я не сломала ее. Ой, господи. Ну, что ты, моя хорошая? Да нет, вроде бы нормально. Ну, лисочек один, это что у нас? Лезет и лезет оттуда. Ну, сегодня уже в этом, в светловом дне закрою. Потому что молодые цветы. Это тут пасеклора. Тоже прикрыла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все остальное посушите нормально. Ничего страшного не произошло. Земля немножечко влазнелась. У нас вот здесь, вот по этой дороге, да, вот здесь. Вот как вот выходить оттуда с террасы. Вот так вот, из тех курятник. Я вчера, когда бегала, хотела бы Ругман все забрать. Там просто было, вот понимаете, озеро. Потому что дождь пошел с такой силы, а земля-то вся пересохшая. Ничего туда нет. Это уже... Сейчас потом сложу. Вот, и эвкалиптик мой промылся. Вот, Артур мне сегодня прислал их эвкалипты Сочи. И он вообще другой, у него длинные листочки, такой, знаете, вот, к которому я тоже привыкла, который я и видела. Ну, все, мои гиосинтеты цвели. Смотрите. Смотрите, как головы поникли. Какие красавцы. Ох, белые тюльпаны вообще обалденные. Здесь и вот они стоят. Они всегда такие высокие, и они никогда не склоняют свою голову. Вот они стоят, как солдаты. Я их называю белые генералы. Не знаю, почему я их так прозвала в свое время. Вот эти вот тоже очень красивые. Смотрите, вот эти желтые с красными. Красавчики. Вот, мои девочки. Так что тюльпанычки вон стоят наши. Пойдемте сейчас мы с вами в теплицу. Так. Оп, 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 вылезла. Ничего страшного, ничего страшного. Зато девочки травку полило. Не надо ходить по траве сильно, потому что вытаптываем. Так, ну что ты, моя принцесска? Ты молодец. Наросла хорошо. Вон, я смотрю, хорошо нарастает. Вон вообще должен быть очень-очень мощный куст. Если па-па-па, она отойдет в конце концов и станет нормальным кустом. Знаете, как переболеет, перерастет, да, как дети. Она, конечно, будет шикарно. У нее очень ароматная вообще. Как бы саморозы красивые. Она очень ароматная. И потом я буду жалеть, что он стоит так далеко, что его никто не видит. Так тоже бывает. Так, вот здесь вот что у меня наросло. А это надо попросить мужа. Это вот опять какая-то слива дикая. Быстрее всего не знаю, что это. Прошу его, чтобы он мне это выпилил. Вот. И здесь вот у меня ветка. Ой, ветка совсем сломалась. Или упала надо. Ягоды у меня тут есть. Мушмула это моя. Тоже такое растение вообще непонятное. Какое-то вечно оно какое-то больное. Но ягоды дает, послушайте. Ну и ладно. Вот видите, мои вкусняшки замочены. Это уже новая партия сорняков. И сорняки такие, которые жирные такие. Всякие там дубанчики, всякие колючие такие. Ой, вот один горшок. Вот эти, смотрите, королевья. Даже и не думала вчера прятать. Оставила их на... Ну, где? Вот вы понимаете, в чем дело? Белокрылка, она-то на обратной стороне. Но вот я их буду оставлять на морозы. Что выживет, то и выживет. Единственное, вот этот вот, это вот как бы геранька, геранька, которая лимончиком пахнет. Ее я, конечно, почищу и это спрячу. Потому что очень редко ее можно найти. И, ну, мне нравится запах. Она прямо такой ситронеллией пахнет. А здесь у нас компостная яма. Видите, как я ее украсывала? Ну и хорошо. Вот, вот этот горшок у меня вчера сил не хватило затащить. На голове была эта жилетка. Видите, смотрите, я ее засунула под стол, чтобы не побило градом. А это такая... Смотрите, сколько, видите, пыльцы. Ужас. Надо сейчас мне ее помыть немножко. Ой, вот тут вот мы оставили мою жирафле. Тоже надо разбирать горшок. Потому что корень я так не отделю. И посадить в землю его, это огромный, это огромный цветок вырастет у нас. Солнышко. Вот сейчас так тепло-тепло на улице. И после этой влаги прям... Ну что, мои цветы, которые я тут спасала, заносила, как это... Так, выключим отопление. Сколько тут у нас градусов? 12 градусов. Прекрасно. Вот, поэтому сегодня я уже ничего выносить не буду. Хотя им жарко будет тут вверху. Может, сейчас вынесу на улицу, поставлю. Вернусь, занесу опять. И все оставляю так. Только на вот противоположную дверь открою. Вот видите, например, вот эти мои, подсолнухи, если бы они были на улице, они, возможно, и пострадали бы. Так что вот такая ночью рогроза. И самое главное, град, шел минут 10-15. И такой, слушайте, да такой колючий. Да он меня там бил по голове. Когда у меня падала куртка. Поэтому, как говорят, на старуха бывает проруха, ни одно метео. Не, это не обещала. Чувак, парти? И, Марис, он побежал, видите? Вот. И это... Никто нам не написал, что будет дождь, да еще с градом. И мы с мужем говорим. Я говорю, это просто тучка заблудилась. Знаете, так вот скачала, делов наделала и поплыла себе дальше. Вот. А мы сейчас это... Марис побежал бегать. А я сейчас пойду это... Вымоюсь. Позавтракаю. И мы поедем сегодня к его дочери. На Пасху. Я там купила яйца шоколадные детям. Там конфеты, потолку шампанского. Вина он, наверное, повезет. Не очень мне хочется с девочкой ехать. Я бы лучше дома полежала в кино, какое посмотрела. Вчера начала смотреть фильм «Грешник». Вот наш, советский. Такой вроде бы ничего фильм. Там, короче, сын, ему 24 года, по-моему, разбирается, строит разборки со своим отцом. Когда ему было там 4 годика, мама его попала в аварию. И он был тоже в машине. И вот у ребенка травма на всю жизнь. Он потом вырос с няньками и гувернантками. Папа был богатым. И потом он учился в Англии. Выучился, стал сильно умным. И решил отомстить отцу на 20-летие со дня похорон своей матери. Ну, такой, знаете, психологический фильм. И такой, конфликт такой, ну, я полторы серии посмотрела. Такой конфликт отца и дети, такой сложный конфликт. И насколько все-таки иногда наши дети нас вообще не хотят понимать. То есть они нас не знают. Особенно вот эти дети, которых, ну, была возможность жить в достатке. И, понимаете, там такие обвинения жуткие идут со стороны. И он никого не слышит, этот мальчишка. Никого он не слышит. Ничего не хочет понимать. И я вот уже досмотрела, допустим, до такого момента, когда для него открывается, что, оказывается, отец там и родственникам помогал, и деньгами, и поддержкой. И у него, прямо у этого мальчика, понимаете, молодого этого парня, прям такое идёт разочарование. Как так? Он же там уже всё, приготовился отцу отомстить по полной. Вот. А тут раз, и его отец, оказывается, благими делами занимается. Ну, короче, посмотрите, если вам интересна такая тема. Мне, например, она всегда интересна. Ну, что ты, моя хорошая, тебя тоже немножко тут град побил. Видите? Вот. Так что, вот такие дела мои хорошие. Всех ещё раз поздравляю, кто католик, с католической Пасхой. Будьте здоровы, счастливы. И чтобы ваши семьи не пострадали от этой гадской пандемии. Всех люблю, целую. Вот. Пока-пока. Возможно, будет что-то ещё сегодня я буду снимать. Но на этом с утра пока-пока. У нас вчера в конце дня ни с того ни с сего началась гроза и молния, и пошёл град. Посмотрите, как меня оббила цветочки. Я бегала, как сумасшедшая, под этим дождём. Смотрите, спасала своей пеларгонии, которую я уже вынесла на террасу. Вот только что я обобрала побитые цветочки моей прекрасной камели. Ну, это вот уже последние цветочки. Вот, доцветают у нас, красавицы. Доцветает моя вот эта вот ромашинца. Я не знаю, как называется это растение. Обычно она цветёт на Рождество. А тут, посмотрите, какое опоздание. Но самый приятный момент, что я сегодня тут, пока ходила, смотрела, что мне натворил этот град вчера, что у нас начинает зацветать сирень. Ох, какой хороший прям знак весны. Ура, ура, ура. Наши распрекрасные ирисы тоже начинают зацветать. Всё, что ближе к солнышку, то, что этот, смотрите, завалился этот куст, сам подсеялся, сам завалился. И вот здесь, вот смотрите, тоже ирисы, ирисы, ирисы. Сколько бутонов. Вот, но, к сожалению, мы с мужем будем в этом году их откапывать, потому что они нам душат растения. А вот здесь, вот этот ирис, я всё его хотела откопать на размножение. Он такой, знаете, он, видите, у него даже бутон совсем другой. Он такой светло-голубой, такой белёсый, белёсый-голубой, совсем другой марки. Как он сюда побал, я не знаю. Ну и мои тюльпанчики хорошо перенесли град. Ничего с ними не случилось. И слава Богу. А сегодня католическая Пасха, так что я всех поздравляю с Пасхой, кто у нас католик. Моё замечательное деревце хурмы, оно настолько уже разросло, что вот окно из спальни, видите, синие ставни. И вот наш здесь паркинг. Я уже потом ничего не буду видеть, даже кто приехал. И посмотрите, какая у неё красивая листва. Такая, как салатик, нежная такая, классная. Вот цветёт оно практически незаметно. Я сейчас ещё пока не вижу, цветёт или не цветёт. Но вы знаете, у меня хурма даёт фрукты год через два. Не знаю, год яблочный, год хурмовый. Очень красивое деревце. Посмотрите, какая у него замечательная крона. Такое просто красивое. И вот в зависимости от времени суток и как падает солнце, это деревце, оно просто мне напоминает ажур. Замечательная, красивая. Давай мне фрукты, давай в этом году тоже. Ну а сейчас, друзья, мне хочется вас порадовать и показать, что у меня затвёл древовидный пион. И посмотрите, какой он замечательный, красивый. Ну и вчера с этим ливнем и градом. Конечно, он весь наполнен водичкой. Вот. Не успел засвести, уже попал под дождик. Смотрите, какой он раскрасавец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как можно не восхищаться этой красотой? Ну и, конечно, про запах я молчу. Бутонов очень-очень мало по сравнению, как он бывает. Но чуть-чуть будет всё же. Поэтому ну уж как есть, как есть. Одно, конечно, меня расстраивает всегда. Он очень быстро отцветает, этот пион. Как и все, в принципе, пионы. Красивое зрелище, обалденное. Слышите, как поют птицы 4 апреля? Ну, прям трени заливаются, а мы чего... Слышите, кто это так у нас трещит? Девочка, сирень. Вот только девчонки меня вчера спросили. Алла, сирень зацветает? Слышите эту птицу? Она очень старая, здесь сирень. И мой муж немножко её чистят, потому что рожей такой у нас, конечно. Его пока не толкнёшь в спину, он делать не будет. Очень старые кусты, а какие здесь были раньше заросли. Вообще. Вот видите, вот это всё мёртвое же надо было бы убрать. Какая красота! Вообще фрелест! Послушайте, хоть картошку мою полил этот дождь вчерашний. Вы видите, всё полито. Слава Богу, потому что ну вообще всё сухо было, и уже скоро надо будет готовить все эти наши колышки для помидоров. А я всё никак... Всё кручусь. Девчонки, смотрите, вот эти оливковые деревца вдоль стоят. Это всё мой муж посадил. Это были вообще одни палочки, одни такие вот такие вот эти столбики. И посмотрите, как они прекрасно выросли. Здесь он, конечно, немножко обмешулился с расстоянием между двумя. Вот. Вот здесь вот вообще... А ещё одно деревце, надо ему сказать. Здесь он где-то веточку найдёт, чтобы присадил. Видите, какие красавцы. И в том году он уже собирал даже здесь оливки. Вот. И там вот, смотрите, в конце тоже у нас огромный куст сирени зацветает. Ну вот он сам подсеялся здесь. Его никто не сажал. И вот везде-везде рисы тоже. Хорошо. Хорошо. Посмотрите, как хорошо цветёт эта лавролистная калина. Вот. Тоже такой захватчик территории. Мы там себе один кустик подсадили в дыру между нашей зелёной как бы ограде. И вот видите, это как её агава. Вот я её привезла с Британии. Помню, там вообще вот такое вот растение было там. Три сантиметра. Вот вымахала. Красавица тоже какая. Меня что-то забирает с утра. Я хожу, всё снимаю. Такое ощущение, что вот скоро же закончится всё наше цветение. А я ничего не успела снять. Ну да, даже какие у меня расстройства нервной системы. Солнце такое светит после дождя. Класс! Слышите? Горочка снеслась, наверное. А я хожу, всё проверяю, что тут нам это град побил, не побил, говорю, Мариса. Вот ты и хотел убрать надредийское стекло. Хорошо, что ты этого не сделал. Потому что ну побила бы молодые побеги. Ну, может быть, не всё бы побило, но побила бы в любом случае. Наше миндалевое дерево. Ой, послушайте, а что это? Ой-ой-ой. Надо прийти убрать эту веточку. А что? А чего это она? О, ни с того, ни с сего. Представляете? Да, как-то послушайте, вот дикая миндаль подсеивается. Сам по себе растёт во всяких непонятных нам местах. А вот когда вот как его культивированные, видится и всякие проблемы. Вот хорошо. Вот здесь вот он пошёл тоже, слава богу. Начинает зарастать. Так надо мне прийти с секатором убрать эту сухую ветку. Не к чему, что оно будет это. Ну что, моя чёрная смородина? Девочка, смотрите, она цветёт. Будет несколько ягодок. Может быть, в следующем году прямо урожай мне дать. Буду бёдрами собирать. Моя мечта бёдрами собирать клубнику, как это было у мамы с папой. Бёдрами собирать чёрную смородину, красную смородину. Ага, смотрите, его здесь тоже подцветает. Так что попробуем ягодки. А жил у нас виноград. Ага, и хорошо, вот он даже полез из земли. Молодец. Тоже никак мы не вырастим этот виноград, девочки, никак-никак. Вот там на курятнике, сейчас я вам покажу виноградную лозу. Ну, здесь тоже, вот видите, пошёл, 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 ожил. Но здесь вот веточка получше. Вот она уже, видите, на этом, на сетке. Так, это вот эта жёлтая роза, очень ароматная тоже. Девочки, вот она здесь уже сидит сколько, третий год, да? И вот даже вот эта малышка пошла, там вообще только один столбик был. Всё-таки какое-то волшебное место для роз. Хорошо им здесь, ничего не скажешь. Вот, и вот эта моя красавица, которую я откопала, тоже разрастается. Ну, вот эта вот ветка, как я и говорила, она мёртвая, надо принести специальный секатор, вырезать. Ну, и здесь, конечно, девочки, ай-яй-яй, посмотрите на эти леса, какая красота вообще. Я мужу сказала, ты там ходишь, смотри, потому что, ну, появляется чёрная пятнистость на листочках, мы же их сюда пересадили абсолютно больными, понимаете? Лагуна не была, вот эта вот средняя, вот лагуна, она не была больной, но она у меня очень хорошо, кстати, сидела на том месте, где у меня сейчас вот эта вот роза с жёлтыми листьями это сидит, и высокая она была, девочка, но она, вот понимаете, у неё цветок не очень хорошо держится, и он у неё как бы вниз падает, то есть вот он не стоячий вверх, а такой-такой, знаете, головы склонивший, вот, и она как-то не очень эстетично там смотрелась, но вообще, конечно, вот из этих, вот именно лепестковых, вот этой розы, я делала масло розовое, и чай из него, и вообще обалденные, там вот старинная такая, вот старинный парфан такой вот розы, и вот гранд вид у нас, девочки, вот-вот-вот-вот раскроется, вот уже на следующей неделе будем ходить сюда, нюхать наши розы, замечательные, люблю эту розу, она у меня в трёх проявлениях, и вот которая у меня там на арке передом, что я говорю, вся в слепых этих побегах, вообще не понимаю, почему, а здесь вон какая красота, из одной партии розы, представляется, ну и это тоже, ой, какая она была больна, эта фреза вания, прям была больна ещё, ну видите, в этом году, я их весной очень хорошо убрала все, весь сухостой, немножко подкорректировала, естественно, что она подкормлена навозом, я минералки, пожменьки дала, вообще вот всем растениям, которые стоят вот в этом ряду, и миндалию, и смородине, всем-всем-всем, вот покупала же это голубое удобрение, вот, и посмотрите, как они себя здесь прекрасно чувствуют, а этого девочка, что я вчера в журнале, на прямом эфире показывала, что я говорила, вот эта вот щётка для мытья этих бутылочек, вот такое ощущение, что даже может быть, ну не знаю, стоит оно колом, посмотрим, не хочет расти, вот смотрите, вот смотрите, уже не пойду вовнутрь, видите, на курятнике виноградная лоза, вот она сама, её никто там не сажал, как Марис ставил этот вот, ну эти сваи, я не знаю, и она прям вот идёт оттуда, она забралась вот на сам курятник, и там столько, вообще мы каждый год собираем там виноград чёрный, может быть, когда-нибудь даже вину сможем поставить, наша распрекрасная липа, всё, моя хорошая, пошла я, скоро уже Марис прибежит, а я всё хожу, вам обзор делаю, так, ну помидорчики я вам вчера показала, давайте глянем, они же теперь с каждым днём будут меняться, я не взяла их на это, не распекировала, но сделаю на этой неделе, ничего страшного, вон какие красавцы стоят, спасибо, рожи, теперь ты мне их будешь сеять каждый год, а он это с удовольствием делает, вот, и мне легче, и ему в удовольствие, я ему потом дам эти зелёного, это в своего удобрения, с азотом, мы их польёмся, он вынесет на улицу, оно же пахнет не очень, вот, ну с этой стороны, посмотрите, какая прекрасная наша хурма, просто замечательная, всё, мои хорошие, всем прекрасного воскресенья, и пошла я, пошла, 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 пошла. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,